Содержание резвого железного коня теперь влетит в копеечку, причем не важно, где он будет двигаться, по воде или на суше. Дороже всего обойдется гидроцикл. Ставка налога на каждую лошадь составит 250 или 500 рублей, в зависимости от мощности двигателя. Налог на яхты – 200-400 рублей за лошадиную силу. 100-200 рублей заплатят владельцы лодок, катеров и других водных транспортных средств. Что касается автолюбителей, им тоже придется не сладко. Повышение налога затронет мощные грузовые авто. Если сейчас владелец грузовика с двигателем в 200-250 лошадиных сил платит 39 рублей за лошадку, то в новом году ставка вырастет до 65. У кого под капотом 250 лошадей, придется платить по 85 рублей. Попали под сборы, снегоходы и мотосани. Этот вид транспорта с мощностью до 50 лошадей обложили ставкой в 25 рублей. Владельцы более резвой техники заплатят вдвое больше. Кроме того, с апреля следующего года три района области взяли на себя ответственность по содержанию и ремонту дорог. Хотя планировалось, что региональные автострады переложат на плечи 11 муниципалитетов. Восемь от такой нагрузки отказались. Эксперимент согласились провести в Константиновском, Шамановском и Сковородинском районах. Последним, например, 880 километров дорог. И там, говорят, решили еще раз подумать. Мы еще раз сейчас проверяем информацию, потому что действительно проект пилотный. И сейчас уточняем, насколько нам это, скажем так, будет по силам. Что мы сможем, скажем так, улучшить. И главное, чтобы не ухудшить ситуацию по дорогам в районе. На сессии некоторые депутаты такое предложение раскритиковали. По их мнению, для районов дороги неподъемный груз. Зампрет областного правительства Вера Щербина отметила, что законно проект разрабатывали, исходя из предложений районных глав. До второго чтения документа с ними проведут разъяснительную работу, поскольку многие явно недооценили полноту ответственности. Если документ окончательно примут, трем районам на содержание и ремонт дорог выделят более 70 миллионов рублей. Между тем, в районах области планируют отменить выборы депутатов. За это проголосовали 24 из 33 народных избранников. После принятия документа райсоветы будут формироваться из глав поселений и депутатов поселковых и сельских советов. Это еще один способ сэкономить бюджетные деньги. Уход от прямых выборов представительный орган района позволит существенно сэкономить финансовые средства, в том числе на проведение выборной кампании. В целом экономия средств бюджета за счет исключения выборов составит порядка 30 миллионов рублей. Сейчас районных глав и депутатов избирают в 26 территориях области. Детали, какие именно изменения ждут районную систему управления, пообещали подробнее рассказать ко второму чтению. Поддержать законопроект попросил губернатор области. В итоге за проголосовали 24 депутата. Повторно к рассмотрению этого вопроса вернутся на следующей сессии 9 декабря. Наталья Шепелева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.